Здравствуйте! Буквально каждый месяц автомобильные производители выпускают очередные новинки, которым, к сожалению, спустя непродолжительное время суждено раствориться в общей массе серых, безликих машин, заполонивших дороги. На этом фоне мы стали все реже говорить об автомобильной красоте, дизайне, да и вообще мы перестали восторгаться творениями современного автопрома. Но есть в нашем циничном мире, где погоня за клиентом притупила чувство вкуса у дизайнеров, вещи, произведения искусства, которые уж вряд ли кого-то оставят равнодушным. И вот сегодня в программе «Наши тесты» поговорим о красивом, и повод для этого есть в самый раз подходящий. Перед вами Jaguar F-Type купе. На самом деле появление вот этой модели не стало неожиданностью, ведь еще в рамках парижского мотор-шоу в 2012 году, во время презентации Jaguar F-Type в кузове кабриолет, представители компании говорили о том, что подождите еще немного, совсем скоро мы вам покажем версию в кузове купе, и слово свое они сдержали. Более того, по мнению инженеров и маркетологов компании Jaguar, на версию F-Type в кузове купе будет приходиться около 60% продаж. Оставшиеся заявленные 40% для кабриолета – тоже неплохая планка, тем более для такого специфического типа кузова. Опять же, не будем забывать, что эти две модели с инженерной точки зрения сильно разнятся, и общая у них – это разве что платформа, на которой они построены. К оформлению салона претензий быть не может. Все решения дизайнеров очень гармонично вписаны в интерьер этого автомобиля. Ну а при виде силуэта кошки, застывшей в прыжке на рулевом колесе, прямо захватывает дух, ведь далеко не каждый производитель способен выпускать автомобили, провоцирующие насильные эмоции. Да и каждая деталь в салоне так и напоминает о спортивном характере F-Type. Все переключатели стилизованы под тумблеры, используемые на гоночных автомобилях, что, прямо скажем, весьма необычно. Но удивительно, что их функционал и предназначение понятны и без помощи руководства по эксплуатации. Но настоящий спорт никак не ассоциируется у нас с дорогими материалами отделки, а здесь же, напротив, мы имеем хорошо скомбинированный набор разнообразных фактур и высококачественных деталей. В движении улыбка просто не сходит с моего лица, а эмоции зашкаливают. И с каждым хоть малейшим изменением угла наклона педали газа вспрыск адреналина в кровь буквально принуждает мурашки, собравшиеся в районе живота, разбежаться по всему телу. И вот этот вот факт указывает на то, что основной генератор ярких впечатлений затаился под капотом этого автомобиля. Наверняка самые внимательные зрители заметили, что в моем распоряжении оказалась модификация R с самым мощным в линейке мотором. Пятилитровый V8 с механическим нагнетателем выдает 550 лошадиных сил и развивает 680 ньютон-метров крутящего момента, который доступен с 3500 оборотов. Максимальная скорость 300 км в час, разгон до сотни 4,2. Смешанный расход топлива на 100 км пути составляет чуть более 11 литров. Объем топливного бака 72 литра. Ну а принадлежность к классу настоящих спорткаров подтверждает дорожный просвет, который составляет всего 130 мм. Да и очень низкий свес переднего бампера может прийтись по вкусу нашим высоким бордюрам. Ну и раз версия купе не предполагает механизм складывания крыши, то у инженеров появился хороший конструктивный повод расширить погрузочные возможности новой модели. Багажник у купе 407 литров против 196 у кабриолета. При соотношении такой мощности и массы инстинкт самосохранения начинает пресекать все попытки полихачить на дорогах общего пользования. Ну, по крайней мере, у меня это так. Каждое неверное или резкое движение может привести к тому, что, казалось бы, спокойная прирученная кошка проявит свой затаившийся дикий характер и попытается всеми способами вырваться из-под вашей пятой точки. Но очень хорошо, что в современном мире есть комплексы безопасности, которые исправляют ошибки, не давая амбициям водителя взять верх над здравым смыслом. Обычно в программе «Наши тесты» мы пытаемся как-то оправдать или, напротив, захвалить производителя, когда речь заходит о расходе топлива. Сегодня я этого делать точно не буду. Кушаем мы более 14 литров на 100 километров пути. Да и пусть будет так. Мне даже кажется, что пятилитровый В-8 не доедает. Он голоден. И его нужно накормить. Но как это сделать? Субтитры делал DimaTorzok Ну, конечно же, вот он хороший способ опустошить топливный бак, накормить свеженьким 95-м могучий мотор и проверить, на что же действительно способен Jaguar F-Type R-Coupé. Мы приехали на Моторленд Арагон. 18 поворотов, несколько длинных прямых, перепады высот, разогретый испанским весенним солнцем асфальт и мощный автомобиль. Отличное сочетание факторов для проверки своего вестибулярного аппарата. Вот она, истинная стихия этого автомобиля. Можно забыть про камеры фиксации нарушений ПДД и получать удовольствие от работы, проделанной инженерами и мотористами компании Jaguar. Можно даже попробовать отключить все электронные помощники, но буквально через несколько поворотов можно очень сильно разочароваться в себе. Навыки маневрирования в пробках очень быстро притупляют умение управлять по-настоящему быстрым и мощным автомобилем. Что касается мотора и коробки передач, то тут прослеживается слаженный тандем мощности и грамотного алгоритма работы трансмиссии. Восьмиступенчатый автомат, в принципе, хорошо знает свое дело. Он вовремя и молниеносно включает нужную передачу. Можно, конечно же, и самому попереключать передачки с помощью подрулевых лепестков. От этого, кстати, удовольствия от вождения Jaguar в Type Coupe становится еще больше. Чувствуется, как от модели к модели меняется характер автомобиля Jaguar. Оставаясь в изначально заложенной концепции, ездовые свойства своих машин инженеры выводят на неожиданно высокий уровень. Я перепробовал все двухдверные модели компании, выпущенные за последние 18 лет, и вижу колоссальную разницу. Если раньше на автомобилях Jaguar можно было лишь красиво доехать из точки А в точку Б, игнорируя при этом профессиональные автодромы, то сейчас к яркому дефиле по центральным улицам можно смело добавлять и посещение трека. Разработчики научили свои машины не только быстро ездить по прямой, но и быть сбалансированными, послушными и легко управляемыми при прохождении поворотов на высоких скоростях. Сейчас есть технологии, которые позволяют это сделать. Например, версия с мягкой крышей проявила себя на треке с самой лучшей стороны. Но за счет того, что версия в кузове купе на 80% жестче своего собрата, при этом на 20 кг легче, ей еще проще оправдывать свою принадлежность к классу спорткаров. Также не стоит забывать, что кузов автомобиля выполнен из алюминия, а отсутствие центральной стойки компенсировано за счет высокопрочных гидроформованных балок, которые начинаются в области передних стоек, проходят под проемами окон и заканчиваются в задней части автомобиля у крышки багажника. За обуздание высокой мощности версии R отвечает активный дифференциал с электронным управлением и система Torque Vectoring, выборочно подтормаживающие колеса для более прогнозируемого прохождения поворотов. Но, разумеется, такому автомобилю нужно не только динамично разгоняться, но и эффективно тормозить. Именно поэтому для трека я выбрал версию с опциональными металл-карбонокерамическими тормозами, которые оказались очень кстати. Вне зависимости от нагрузки, они не теряли своих свойств от круга к кругу, что очень важно при динамичном стиле вождения. Когда проезжаешь на этом автомобиле час, два, три, когда проводишь с ним день и полностью влюбляешься в него, начинаешь замечать какие-то недостатки. И вот один из недостатков – это шумоизоляция. Но вот этот вот вероятный минус очень быстро становится плюсом после того, как вы нажимаете на педаль газа. Вот эту вот мелодию можно слушать бесконечно. Многие думали, что после слияния компании Jaguar с индийцами в истории этого британского производителя можно было поставить большую и жирную точку. Но, как мы видим, это слияние пошло на пользу бренду. И каждая последующая новая модель это, безусловно, доказывает. И честно скажу, я с удовольствием остался бы еще здесь, в Испании, на денек, неделю, месяц, вместе с очень близким по духу мне автомобилем. Но, к сожалению, на данный момент остается лишь попрощаться и поблагодарить инженеров и мотористов компании Jaguar, которые напомнили мне, что в современном мире все-таки есть автомобили, которые отвечают не только утилитарным потребностям своего хозяина, но и эмоциональным тоже. Субтитры сделал DimaTorzok